ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда сходить шей сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень вкусных чудушек мы будем их готовить на кефире с творогом и зеленым луком моя семья очень любит такие чуду на завтрак я всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту порадуйте себя и своих любимых итак давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне глубокую емкость я выливаю кефир кефир у меня домашний специально я его оставила при комнатной температуре несколько дней чтобы он был немного кислый это очень важно чтобы кефир был комнатной температуры и немножко подкисший когда мы туда добавляем соду подкисший кефир и теплый он великолепно гасит соду вас не будет запаха и вкуса соды выпечки добавляем одну ложку сверху сюда же добавляем одну чайную ложку можно и полторы соли и все хорошо перемешиваем видите как уже бродит кефир тесто будет изумительным вот мы соду погасили вот вы видите какая реакция бурная отлично нам нужно замесить мягкое не липнущее к рукам тесто сюда же добавляю 2 столовые ложки растительного масла без запаха все хорошо смешиваем муку всегда добавляю на глаз я сейчас добавляю муку просеянную пшеничную высшего сорта точное количество в инфобоксе под видео в описании обязательно укажу и сейчас замешиваем мягкое тесто эластичное нам нужно чтобы отставал от рук муку буду добавлять постепенно всю сразу муку не добавляю забить мукой тесто ни в коем случае нельзя добавляем постепенно муку и доводим тесто до нужной консистенции я готовлю на большое количество чуду еще буду лепешки готовить поэтому вы считаете так из расчета на 200 миллилитров кефира 350 грамм муки где-то получается плюс-минус поэтому если у вас семья небольшая или вы готовите на небольшое количество людей конечно же пропорции уменьшайте на 200 миллилитров кефира и 350 грамм муки где-то 0,5 чайной ложки соли 0,5 чайной ложки соды и сейчас высыпаем на стол и будем вымешивать тесто это идеальное тесто для пирожков беляшей пышек и вергунов я обычно делаю из муки вот такой кратер и сколько нужно немножко добавляю и смотрю так чтобы мне не переборщить с мукой в целом тесто у нас готово видите она не липнет она мягкая посмотреть какое она эластичная в целом у меня ушло 1 килограмм 350 грамм муки на 1 литр кефира тесто очень мягкое но и слегка липнет поэтому муки я больше не добавляю дабы у меня тесто было хорошим и сейчас сверху подпыляю мукой я дам этому тесту отдохнуть минут 30 накрываем емкостью и пусть отдохнет а сейчас подготовим пока у нас отдыхает тесто начинку я подготавливаю творог творог обязательно заранее отвешиваю в марле на всю ночь чтоб стекла сыворотка творожок желательно чтобы был сухой без жидкости он у меня жирный творог домашний можно 5 9 процентной жирности сюда в творог я добавляю совсем немного тмина порога у меня 700 грамм очень ароматный творог будет чуду будут очень вкусные присаливаем по вкусу сюда же добавляем 2 яйца и желтки и белки вместе а сейчас нарежем зелень я подготовила пол пучка укропа и два пучка зеленого лука нарезаем как можно мельче и все добавляем творогу и сюда же добавляю нарезанный укроп с укропом и тмином перебарщивать нельзя они очень ароматные и сейчас все хорошенько смешиваем все у нас готово на этом этапе я обязательно пробую если не хватает сольки немножко добавляю очень хорошая начинка тесто я переложила в миску накрыла пакетом тесто посмотрите какое мягкое очень нежное хорошее и сейчас я буду срезать кусочек мне нужно где-то 120 грамм подпыляю поверхность мукой вот так скатываем жгут сверху тоже посыпаем мукой не бойтесь это делать и нарезаем где-то по 120 грамм я буду взвешивать чтобы наши чудушки получились эстетичные красивые подпыляем мукой если к рукам сильно прилипает вот так немножко обваливаем муки скатываем шарик один шарик у меня весит 130 грамм я хочу чтобы вы обратили внимание посмотрите у меня абсолютно сухой творог это очень важно если у вас будет много влаги дайте стечь начинки потому что противном случае вам формировать чуду будет очень сложно у меня кстати на канале есть очень много разных видов чуду я оставлю ссылочки под видео в описании и на дрожжевом тесте и на тонком тесте пресном посмотрите я думаю вам понравится и сейчас мы скатываем шарик начинку так называемой формируем у меня есть на канале очень хорошие легендарные чуду батищал аварское чуду посмотрите таким же образом готовится хычины у меня на канале тоже есть очень хорошие балкарские хичины где я готовлю с картошкой и сыром вот посмотрите вот где-то должно быть граммов 90 я буду взвешивать и откладываем на тарелку готовые шарики выкладываю на тарелку у меня один шарик 100 грамм у нас все готово и сейчас формируем чуду сковородку я уже включила на медленный огонь подготовила доску специальную немножко ее подпыляем мукой сковороду как я сказал уже включила и так у нас вот готова начинка и готовы шарики я их накрыла пакетика и сейчас каждый шарик берем обязательно подпыляем мукой тесто на кефире оно прилипает и сейчас подпыляем мукой и раскатываем где-то нам нужен с очень сантиметров 20 в диаметре выкладываем начинку и собираем узелочек вот таким образом хорошо защипываем пока никаких манипуляций не делаем у нас тесто должно привыкнуть и сейчас в муке и выкладываем на доску вот так это же самое проделываем с остальными шариками сильно толсто раскатывать не нужно слишком тонко тоже не нужно с любой начинкой можете и с весной можете готовить сильно тоже не надавливаем тесто и начинка друг другу должны привыкнуть такая красота вот такие красивые заготовочки у нас выкладываем заготовки обязательно накрываем пакетом очень важно чтобы в комнате не было никакого сквозняка тесто не любит этого и дадим этим заготовкам буквально минут 10 под пленочкой передохнуть я буду здесь формировать уже заключительный этап чуду на эту специальную доску вы можете на любой доске немножко подпыляем мукой швом выкладываем вниз сверху тоже подпыляем мукой если муки будет много все останется на сковороде будут гореть и сейчас раскатываем очень делаем это деликатно аккуратно сильно не надавливаем сейчас это самый ответственный момент убеждаемся что внизу у нас тоже есть мука там где немножко лучок мы закрываем мукой все достаточно тесто тоненькая и отправляем на сковородку сковорода хорошо мне разогрета огонь чуть ниже среднего и выкладываем на абсолютно сухую сковороду и обжариваем 3-4 минуты с каждой стороны если сильно надувается немножко дырочку делаем и пар выходит обжариваем на сухой сковороде с обеих сторон до красивого золотистого цвета итак у нас уже первое чудо готово выкладываем на тарелку и смазываем маслом сливочным обильно смазываем маслом они тогда у нас получится очень нежные и очень вкусные со сливочным вкусом и и теперь только успеваем остатки муки собираем влажной тряпочкой и выкладываем следующее чудо очень тоненько посмотреть какие пузыри тесто очень тонкая вот так аккуратно раскатываем все готово жарим чудушки на среднем огне тогда они пропекаются лучше чудо получились очень нежные сытные и очень вкусные всем настоятельно рекомендую их приготовить если вам понравилось мое видео ставьте лайк дорогие друзья поддержите наш канал лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соц сетях я вам буду очень признательна пишите в комментариях как получается у вас если вы впервые на моем канале обязательно подписывайтесь не забудьте нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать выход нового видео я не прощаюсь с вами а говорю лишь до свидания до новых встреч друзья на канале вкусная еда с хадиджей пока пока